В помощь начинающим бизнесменам в Нефтеграде стартовал новый городской проект-конкурс «Стартапы Новополоцка». Принять участие в конкурсе приглашают начинающих предпринимателей и всех, кто хочет реализовать свои бизнес-идеи и встретить единомышленников. Нам интересно посмотреть на ту активную часть нашей молодежи, знать, на кого мы можем перейти. Потому что эта молодежь, она сегодня молодежь, это тот инстарк, который очень быстро проходит. И нам на смену должны прийти активные, энергичные молодые люди. Мы в этом направлении видим для себя позитивные моменты. То есть сподохнуть молодежь, увидеть наиболее активных, и с тем, чтобы потом в дальнейшем можно было на них рассчитывать, делать ставку. С каждым годом молодых инициативных предпринимателей в регионе становится всё больше. Но не все из них представляют, как можно реализовать свои идеи. Для того, чтобы направить молодое поколение бизнесменов на верный путь, в Новополоцке и создаётся стартап-площадка. От ведущих экспертов страны участники проекта получат оценку своей бизнес-идеи и узнают, насколько популярным и экономически выгодным будет их проект. По целью нашего комплекса мы видим возможность нашим потенциальным инвесторам посмотреть на молодежь, на их идеи. Возможно найти какие-то общие точки соприкосновения, взаимный интерес для того, чтобы реализовать какие-то идеи. В нашей реальности инвестиции не могут быть знания и излишки других ресурсов. Например, помещение, как это пустует, у кого-то есть конвейерная лента, как это недогрушено. То есть это по-своему, если мы берём конкретно реальный сектор. В IT направлении очень не хватает ребятам знаний английского языка в частности и не хватает понимания, что такое позиционирование на равном уровне. Соответственно, эти знания, навыки, менторы, бизнес-ангелы помогают освоить ребятам и пройти эти этапы. Организаторами проекта выступили Новополоцкий городской исполнительный комитет, Центр деловых коммуникаций Билбис, Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости и Полоцкий госуниверситет. Одна из приоритетных задач, стоящих перед организаторами – привлечение к предпринимательству молодёжи. Ведь зачастую самые креативные идеи и идущие в ногу со временем проекты принадлежат именно молодым. Это прекрасный образовательный проект, который, во-первых, формулирует некий социальный запрос от государства на поддержку предпринимательства, на поддержку молодых людей, инициативных, которые хотят создавать бизнес там, где они живут, на своей родине. И с точки зрения образовательного процесса – это возможность помочь молодым людям не наделать зашивок. Потому что на самые простые вопросы, которые задают инвесторы, вот сколько вам надо финансирование, молодые предприниматели ответить не могут зачастую. И для того, чтобы реально не наделали людям молодые ошибки, для того, чтобы завтра они не завершали свой бизнес в хозяйственных судах, наша задача как раз поделиться опытом и помочь им правильно сформулировать свои бизнес-идеи с точки зрения выхода на рынок. Проект «Стартапы Новополоцка» будет реализовываться по 4 июня текущего года. Принять участие в конкурсе могут как юридические, так и физические лица в возрасте от 16 лет. Главное условие – наличие оригинальной бизнес-идеи. Приём и размещение заявок осуществляется на официальных сайтах Новополоцка и бизнес-клуба «Имагуру». Для меня тоже такой проект, который соединяется и государство, и бизнес. Я до этого видела только, когда бизнес-структура организовывала эти проекты по стартапу. Здесь мы получили тандеммы государства и бизнес, когда государственные органы тоже могут сказать, какие у них есть ресурсы, куда можно обратиться, рассказать эти начинающие предприниматели, кому здесь локально можно пройти. С какого поддержки даёт центр поддержки предпринимателей, потому что ребята, опять же, боятся идти в такие структуры. Финал проекта конкурса пройдёт 4 июня в Полоцком государственном университете. По итогам конкурса будут определены три призовых места и специальная номинация «Women Startup». Все финалисты будут награждены дипломами и призами, а победитель получит особенную награду – возможность обучения в школе стартапов в Минске. Субтитры создавал DimaTorzok